приходит ребята те которые говорят охота спортом позаниматься ну так скажем не с кем идти в какой-то дорогостоящий там фитнес-центр смотреть на гламурных там мальчиков и девочек это не очень охота да а тут как раз люди такие так скажем без понтов занимаюсь здесь рукопашкой даже занимался каратэ боксом один есть у нас обычные студенты есть у нас бизнесмены есть госслужащие военные прямые боковые корпус голова не забьем мастера спорта по рукопашному бою есть и люди которые просто первый раз пришли заниматься даже кто-то после травм приходит и ничего втягивается очень даже хорошо занимается если кто-то допустим у нас компании курит то через определенное время он все равно уже не у меняется круг друзей круг знакомых которые там не курят не пьют и он становится таким же здоровым человеком до который уже от этой дряни отказывается и отказывается достаточно быстро потому что понимает что эти вещи очень сильно мешают не курил уже это полгода бросил как раз бросил после того как начал ходить на тренировки по рукопашке где-то доканывал все друзей чтобы они тоже бросали и в итоге всем надоел ну и ничего ты бываем тоже бросил потому что мы это делаем что касается возраста ну стараемся тренировать вот 18 лет ребят независимо от пола независимо от уровня до занимаюсь рукопашным боем больше года наябре 13 года начали заниматься сестрой тяжело но бодренько так сегодня было тяжелее после праздников в принципе да хорошо серьезных травм не было так сильные шишки ссадины вывеси а так переломов ничего не было серьезно самооборона для девушек это вообще что-то связанное с единорогами с такой же штукой мы тренируем делать девочек для того чтобы во первых их была красивая фигура чтобы они общались с мальчиками на тренировке что еще чтобы на самом деле в экстремальной ситуации у них психика работал правильно тренирую ребят я имею черный пояс по карате второй дан закончил институт физической культуры и спорта тренирую не только гражданский это не наш бизнес до основной мы занимаемся не ради денег мы занимаемся ради того чтобы ребята которые допустим сидят за дома новостную ленту вконтакте не ставят каждый вечер смотрят крутые там фотографии про спорт про здоровый образ жизни чтобы они наконец-то пришли к нам зал да и поняли что здесь прям большая такая дружная семья дружный коллектив который дает возможность так скажем пользоваться связями друг друга до какими-то ресурсами общими делать определенные вещи какие-то так скажем влиять на нашу повседневную жизнь